Игра удавалась, игра складывалась. Мы действовали именно собрано, мы действовали целостно. Это и позволило создавать моменты, все о чем мы договаривались, и парни это реализовывали на поле. Мы создавали моменты, к сожалению, мы не забили ряд выгодных эпизодов, но тем не менее, мы все равно ждали этот мяч. Потому что каждый незабитый эпизод – это возможность, новая возможность. И мы вот с таким подходом подходили к игре. Мы пропустили два момента. Это в игре случается. И после одного из моментов мы пропустили гол. Но хорошо, что все равно мы выиграли. Я поздравляю команду, поздравляю наших болельщиков. Им большое спасибо за поддержку, потому что поддержка чувствовалась. Такое ощущение, что мы играли дома, и это очень важно для нас. В команде происходит ротация в центральной зоне. Можно ли сказать, что вы пока еще не нащупали оптимальный состав? Ротация в команде может происходить по причине того, что... Ну, ряд причин есть, да. Одна из причин – это стратегическая вещь на матч в плане стратегии. Вторая вещь – это состояние игрока на данный момент. И третий фактор – вообще в футболе их три. Третий фактор – это когда недостаточно качественно работает футболист. Третьего фактора в нашей команде нет. И чему я очень рад и горжусь каждым из парней. А вот вопрос именно по состоянию и стратегии на матч. Вот это для нас такая вещь ключевая. И больше это связано со стратегическими вещами. Команда создала много моментов, но второй гол дался большим трудом. Как считаете, является это больше техническим или психологическим моментом? Психологически уверены. Ведь все равно играли с первой минуты, посмотрите, до последнего. Мы все равно продолжали играть так, как мы хотели. Мы обостряли, мы угрожали, мы обостряли и угрожали. От того, что мы создавали моменты – это уже плюс. Из выгодных ситуаций мы не забили. Это, конечно, расстраивает всех, да, и парней то же самое. Но это момент навыка. Мы сейчас работаем целенаправленно над этим. И с каждой игрой у нас есть улучшения. Ну вот, значит, будем в этом направлении двигаться. Здесь просто момент навыка. Они технически оснащенные все футболисты. Можно ли сказать, что после такой долгожданной победы у команды сейчас будет подъем в плане духа и, возможно, в плане результатов? Дух у нас и так есть. Мы сильны духом. У нас у каждого есть характер. А то, что эмоциональный подъем – ну, конечно, победа – это всегда хорошо. Это всегда отлично. Тем более, как бы, ну, все заждались этой победы. И ребята, и болельщики. Мы все заждались победы. Мы все это очень хотим. Вот. Сейчас мы сделали хороший шаг. Все. Завтра мы начинаем готовиться к следующему матчу. И последний такой вопрос. Доводилось ли вам играть при такой атмосфере, когда гостевой матч кажется будто домашним? Потому что сегодня было очень много поклонников красно-желтых. И они создали просто очень такую домашнюю атмосферу. Да, доводилось. Я вот отметил болельщиков, да, и сказал о том, что такое ощущение, что мы играли дома. И нам очень приятно, и это круто. Так, конечно, доводилось. Потому что воронежские болельщики, которые во всех городах создавали домашнюю атмосферу. И сейчас мне очень приятно, что они болеют и поддерживают Аланию. Спасибо.